В запасниках разыскивают мощи, иконы, раритеты, утвари, облачения. И возвращают с помпой, патриарх хлопочет, дырую пустоту прикрыть хотя бы чем-то. Все всегда, все так и остается, без слова жизни и без благовестия. Пророки не заглядывали в гости, на месте святости преосвященно мерзки. В Израиле однажды, только раз, единственное, столетие за шестнадцать, весь склир тогда, до денег был гораст, на прихожан забрасывали снасти. И в ящике для сбора многих средств, на самом дне, заваленным и скрытым, монетами вдовицы всех сарепт нашли заплесневелый почерневший свиток. И прочитали, ахнув, Боже мой, да это же глаголы иеговы! Прочли про гнев, падет полящий зной, закон к ним возгласил, не то что нам иконы. Царь зарыдал священство в сокрушении, и пятимья желанна для народа. Нам не ответят за одно крещение, так и сказили, не крестили с роду. Но где же ныне Библия зарыта? Как докопать сюда ее страничек? Ее не сыщешь при обличье бритом, и под сугубо ее бородой не сыщешь. Пошлите, Евнухов, пусть ищут в казематах. Когда и кто последний раз видал святую Библию, ее нам дал распятый, но скрыл новорожденный клир кагал. В запасниках непоправимо пусто, лишь тьма томова, кто ехав триодий. Радьте пехонщиков, дымит кудряво шустро, во тьму невежества слепцов своих не сводит. 27 сентября 2006 года